Телекомпания АТВ приехала на первый международный турнир по смешанным единоборствам. Вот слезы, кровь и куча жарких эмоций. Давайте посмотрим, как все это было. Первый бой в легком весе 57 килограмм. В жаркой схватке победил спортсмен из кяхты Николай Лавникальцев. Со своим противником он встречается уже не первый раз. К победе шел около года. Все было по плану. Мы хотели завершить его в партере. Так и все и произошло. Если бы мы были в стойке, мы бы заходили с нокаутом, но мы хотели в партере повозиться. Так что спасибо всем, что пришли. Спасибо вам. Спасибо. В таких соревнованиях главное серьезная и систематическая подготовка. К каждому бою готовятся недели или даже месяцы. Начинаем с бой с тенью. Легкая растяжка. Главное продышаться, немножко пропотеть. Бой с тенью это фильм же, да? Нет. Это так называется, боксерское такое движение. Ну, сейчас она полностью у бойцов есть. То есть, воображаемый соперник, и ты с ним боксируешь, получается. Ну, бой с тенью. Секрет тренироваться просто, тренироваться пахать надо. Бой у Андрея получился зрелищный. С безговорочным преимуществом он одержал победу. Главное верить в себя. Не важно, кто перед тобой стоит. Себя главное верить. Не важно, если тебя никто не верит. Главное себя верить. И бой с тенью. Пока одни уже бьются в октагоне и завоевывают медали, другие отдыхают уж до своего выхода. И, как оказалось, взаимоотношения за кулисами кровавого турнира самые дружественные. Соперника я давно знаю. Мы с ним один раз на любительских соревнованиях по боевому сам бы выступали. В финале встречались очень благородный, честный, добрый. Очень уважаю его. И вообще, если честно, не хотел с ним драться, но вызвали. Придется драться. А вообще бывает дружба между единоборцами? Дружба бывает практически всегда. В основном все до клетки. Все парни дружат, все спортсмены, братья. И все эти братья просто уже не могут жить без спорта. Когда не занимаюсь спортом, плохо чувствуешь себя, и уверенность пропадает сразу же. А вот если не спорт, то что? Не знаю. Работа. А какая? Ну, там, как учишься, там, какое образование. Боевых искусств много. Во время турнира нам объяснили особенности панкратиона. Что такое панкратион? Панкратион – это боевое искусство, смешанное. С чем? Смешанное боевое искусство. Ну, там туда входит много боевых искусств. Ну, это, получается, как бы микс из всех. А профессиональные-то, получается, они уже выступают без шлюмов. Можно сказать, просто драка. Только в перчатках и есть определенные правила. Ну, тут у нас, ну, правила такие, там можно с локтя бить, с колена. Ну, в основном, в ММА сейчас нельзя бить. А вот именно в профессиональном панкратионе можно. А щекотить можно? Щекотить. Я думаю, это не надо щекотить. Как итог, шесть ярких боев по панкратиону и три по грэплингу. Дальше всех победителей соревнования ждет уже всероссийский турнир и контракты с лучшими бойцовскими клубами. Таким образом, Улан-Удэ становится точкой, откуда бойцы могут начать свои яркие карьеры в стиле Федора Емельяненко.